Со следующего года в регионе будет запущен специальный проект по переподготовке людей предпенсионного возраста. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Проект будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов. На одного человека предусмотрено порядка 34 тысяч рублей. 1100 человек могут воспользоваться возможностью данной программы. Кроме того, если обучение связано с переездом, ну это нюансы, конечно, важные, с переездом со своего места жительства, постоянного для обучения куда-то в другое место, то из этих же средств будет как раз финансироваться и переезд сам, и даже возможность аренды жилья на время обучения и так далее и тому подобное. С 1 января 2019 года в Рязани появится единый региональный оператор по вывозу мусора. Конкурс был объявлен два месяца назад. Однако федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в его проведении. В данный момент конкурс проводится повторно. Несмотря на то, что это очень тяжелая тема, обращаю на это тоже очень серьезное внимание, и мы намерены все-таки в ближайшие годы сделать нашу систему обращения с отходами достаточно современной, модернизированной и справедливой, скажем так, для населения, для людей. Программа «Безопасные и качественные дороги» расширится. В нее войдут не только дороги Рязани, но и более мелких городов в нашей области. Реализует проект до 2024 года. Губернатор отметил, что общая протяженность дорог региона составляет более 6 тысяч километров. В рамках программы в соответствующий вид приведут 55% из них. Проект и наше софинансирование, которое будет прежним, порядка 800 миллионов рублей, только по нацпроекту, позволит нам из дорожного фонда, я надеюсь, направлять больше средств в следующем уже году на субсидирование ремонта муниципальных дорог. Зарплата чиновников повысится на 15,6%. Соответствующий документ появился на сайте правительства Рязанской области. Губернатор подчеркнул, что зарплата государственных служащих не повышалась последние 12 лет. Сделать это смогут за счет сокращения штата чиновников. Увеличение заработной платы не приведет к увеличению расходов на государственных служащих в рамках нашего областного бюджета. Это можно будет проверить, проконтролировать, когда мы будем принимать бюджет. То есть те расходы, которые мы несем сейчас на содержание, это все сюда включается. И фонд оплаты труда, и автомобили, содержание зданий. В общем, все вместе. Они не увеличатся. Повышение коснется и муниципальных служащих. Николай Викторович отметил, что сейчас зарплата некоторых главпоселений ниже, чем у библиотекарей. На пресс-конференции обсудили ряд других актуальных вопросов. Стало известно, что найден инвестор для восстановления Старожиловского конезавода. Николай Любимов подчеркнул, что проект фактически является благотворительным и вряд ли окупится. Поэтому точных сроков по его реализации пока нет. Пронску могут присвоить статус моногорода. Соответствующие документы уже переданы в Министерство экономического развития региона. Однако Министерство финансов инициативу не поддерживает. Более того, программа постепенно сворачивается из-за появления в ней новых участников. Реконструкцию площади Ленина планируют закончить в следующем году. Соответствующие статьи расходов будут заложены в бюджет. Солочинский мост открыт. Ведутся работы по его приемке. Губернатор подчеркнул, что они не отразятся на водителях. Движения перекрывать больше не будут. Однако о качестве покрытия моста не прозвучало ни слова. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».